Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Статус угрозы для популяции панд была понижен, поскольку их количество в дикой природе наконец достигло отметки в 1800 год особей. Эксперты говорят, что стране удалось спасти свое культовое животное благодаря долгосрочным усилиям по его сохранению, включая расширение среды обитания. Китай считает панд национальным достоянием, но также одалживал их другим странам в качестве дипломатических инструментов. Новая классификация появилась спустя годы после того, как Международный союз охраны природы, МСОП, уже исключил животное из своего списка иссязающих видов и в 2016 году повторно присвоив ему статус «Уязвимая». Однако в то время китайские официальные лица оспорили это решение, заявив, что оно может ввести людей в заблуждение, заставив поверить в то, что усилия по сохранению редкого животного со стороны государства были ослаблены. Свежее заявление Министерства окружающей среды Китая – это первый случай изменения статуса животного в государственном собственном списке иссязающих видов, в котором используются стандарты, аналогичные стандартам МСОП, базирующегося в Швейцарии. Китайские пользователи социальных сетей были в восторге от этой новости, заявив, что это «доказательство» того, что усилия по сохранению того стоят. Это результат многолетнего упорного труда. «Все защитники природы – молодцы», – написал один из пользователей Вейба. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.